Эта тема для многих стала смертным приговором. Например, по одной из версий, именно урановая сделка стала причиной убийства Льва Рохлина. Конечно, версия не доказана, ведь народного генерала хотели убить многие. Хотя бы вот за эти слова. Ребятам, которые прошли огонь Чечни, за что они воевали в 94-м, в 96-м? Моё мнение, за интересы мафии. За интересы мафии. С Дудаевым можно было договориться без проблем. Предлож ему те же условия, как и Татарстану в то время. И, вне всякого сомнения, войны не было бы. А это был бы один из преданных лассалов России. До последнего момента через Чечню гналась нефть. А нам объясняли, что нельзя прекратить поток, иначе качалки пересохнуты. Прекратили, не пересохли. И можно, оказывается, решать все вопросы. Через Чечню прогонялось огромное количество нефти. Которая суверенной, будто бы республики, потом расползалась за границу. И получались огромные деньги. Называя цифры и 5 миллиардов долларов, за тот срок, пока был Дудаев. Дудаев окреп. Ему надоело делиться. И то, что надоело делиться, это и явилось одним из главных мотивов. А дальше продолжалось постоянно предательство. И жизнь солдат, жизнь мирных жителей была разменной монетой. В тех огромных взятках и деньгах, которые получались. Итак, причиной смерти Рохлина могла послужить сделка, которую с благословения двух президентов подписали Альберт Гор и Виктор Черномердин. По свидетельству физико-ядерщика Льва Максимова, в день убийства Льва Рохлина ему позвонили и пригрозили. Если будешь продолжать заниматься расследованиями, как покойник Рохлин, то рот тебе закроют навсегда. Это было утром, когда генерал еще был жив. Я еще подумал, вспоминал ученый, вот ведь как пугает. А ночью Рохлина убили. Ну что ж, давайте разбираться, что не так с этой сделкой. 18 февраля 1993 года было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия. Этим документом устанавливалась передача в Америку не менее 500 тонн российского оружейного урана для использования в качестве топлива для АЭС. Соответствующий базовый контракт от 25 августа 1993 года за номером 261 утвержден бывшим премьером Черномырдиным. Двустороннее соглашение широко не афишировалось. Тем не менее, Россия обязалась поставлять в течение 20 лет эти самые не менее 500 тонн, за что должна была получить чуть больше 11 миллиардов долларов США. На первый взгляд, ничего здесь крамольного нет, обычная сделка, если бы не упущенная выгода. Как следует из рассекреченных в США материалов, затратив на создание ядерного оружия 3,9 триллиона долларов, начиная с 1945 года, американцы смогли произвести только 550 тонн оружейного урана. Черномырдин же по согласованию с Ельциным обязал нашу страну передать за океан примерно такое же количество ядерного топлива, причем не за те триллионы долларов, которые ранее были потрачены, а всего лишь за 11,5 миллиардов долларов. На самом деле, по разным оценкам ученых-атомщиков, стоимость российского урана была гораздо больше и могла составлять 8-12 триллионов долларов. И как мы уже сравнивали в прошлом выпуске, это как купить Мерседес, который стоит 5 миллионов, всего за 12,5 тысяч рублей. То есть за 0,15% от реальной стоимости. Урановая сделка была задумана и стала осуществляться, как замаскированный обход ратификации договора СНВ-2. Так, уже в 1997 году из ядерных боеголовок было извлечено более 400 тонн оружейного урана. Учитывая усредненный вес боезаряды, это означает, что в России было демонтировано более 25 тысяч ядерных боеголовок. Таким образом, без ратификации договора СНВ-2, а в обход его организаторы урановой сделки, фактически обеспечили выполнение главнейших стратегических задач руководства США и НАТО по ускоренному одностороннему ядерному разоружению России. Занавес секретности был таков, что даже в руководстве Министерства обороны, чьи ракеты потрошили самым беспардонным образом, не догадывались, куда направляется их уран. Генерал армии Игорь Родионов, став депутатом Госдумы, как-то признался. Как это я, министр обороны, ничего не знал про урановую сделку между Россией и США? Спрашивается, кто же именно, в каком составе и как провел в жизнь все эти соглашения? Всего их четыре, но тексты соглашений номер один и номер три отсутствуют. Мы до сих пор не можем найти эти документы. Судя по всему, они очень хорошо спрятаны. И помочь нам, депутатам Госдумы, почему-то не в силах ни ФСБ России, ни Совбез, ни Министерства обороны. Я лично обращался с тремя посланиями к президенту Путину в мае 2004, январе и марте 2005 года. Путин мне не ответил, а ведь я хотел объяснить президенту страны, что мы, возможно, имеем дело с государственной изменой колоссального масштаба. В прессе встречается информация, что уже после убийства Рохлина активно искал пропавшие тексты соглашений номер один и три другой депутат, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Юрий Щекочихин. Якобы он, как и генерал в свое время, вычислил фигурантов, участвовавших и нажившихся на этой афере века. Но и он был отправлен к праотцам. Его отравили, и тайна расследования так и осталась тайной. А началось все со Льва Максимова, который первый разглядел в соглашении преступную суть и попытался раздуть шумиху. Являясь исполняющим обязанности директора Новосибирского института физических проблем, металлургии и специального машиностроения, он думал, что кремлевские дельцы испугают согласки и признают соглашение недействительным. В ответ, как он сам сообщает, все научные разработки, которыми занимался НИИ, были конфискованы неизвестными лицами. А люди с секретного объекта, коим институт и являлся, были изгнаны. Не уволены, а просто больше никто через КПП на работу не пустил. С тех пор на Максимова начались гонения. Ему угрожали, не давали заниматься изобретательской и исследовательской деятельностью. Тогда Максимов и приехал в Москву к председателю Комитета Госдумы по обороне Льву Рохлину, который, к словам физикоядерщика, отнесся самым серьезным образом. Более того, начал проверять, как реализуется соглашение, кто участвует в продажах, какие потери несет государство, куда перечисляются деньги. Эти вопросы в ноябре 1996 года он письменно задал Ельцину, но ответа не получил. Благодаря Рохлину к исследованию урановой сделки подключились другие депутаты Госдумы из разных фракций, в том числе и доктор технических наук, физик-ядерщик, проработавший в Арзамасе 16, почти 30 лет, Иван Никитчук. Они проверяли информацию, полученную от Максимовой, и сошлись во мнении, что она правдива, а значит, совершено преступление против России. По материалам проверок уже в 1997 году в Госдуме состоялись закрытые, а потом и открытые слушания. Участники совещаний выработали соответствующие рекомендации, а в адрес президента Ельцина, генерального прокурора, в Совет безопасности были направлены запросы с требованием дать парламенту соответствующие разъяснения. Параллельно с запросом в высокие инстанции Рохлин сам продолжал копать тему. На его стороне были люди из армейских и иных спецслужб, которые видели в Рохлине последнюю надежду на восстановление законности в стране. Ему помогали десятки закрытых источников, зачастую находившихся в окружении Ельцина и Черномырдина, и многих чиновников, занимающихся ядерными проблемами. За сутки до убийства Рохлин в интервью «Экспресс-газете» заявил следующее. «У меня достаточно документов, чтобы говорить, что некоторые чиновники из администрации президента работают на иностранную разведку. Я нахожусь очень близко к тому, чтобы обнародовать эти документы, но пока не знаю, сколько времени это займет». Времени на это ему не дали, а через несколько дней после похорон генерала на Максимова было совершено покушение. Ученый получил сильнейшие травмы, но чудом остался жив. В 1998 году антикоррупционная комиссия Госдумы сделала ряд запросов, касающихся достоверности самого факта договора по продаже оружейного урана. Ответы из правительства и генеральной прокуратуры были такие, что подобного договора нет, как и вообще самого факта продажи урана. Позже, конечно, информацию о сделке раскрыли, но сам факт того, что пять лет сделка намеренно скрывалась, говорит о многом. Кстати, помимо Рохлина пытались разобраться в сделке и многие другие наши политики и даже добивались денонсации соглашения о поставках урана в США. Например, генеральный прокурор Юрий Скуратов и депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. Гибель Рохлина и Илюхина и отставку Скуратова многие связывают именно с тем, что они проявили чрезмерную активность в расследовании урановой сделки. По одной из версий, добро на продажу дал Ельцин во время визитов Соединенные Штаты Америки в 1993 году, чтобы американцы закрыли глаза на расстрел Верховного Совета. Есть ли срок давности у этого преступления, которое окрестили аферой тысячелетия? И какие посты сейчас занимают лица, которые причастны к той сделке? Кто из них до сих пор остается в обойме действующих политиков и государственных чиновников? Обсудим это как-нибудь в другой раз. Оцените этот выпуск, чтобы мы поняли, что старались не зря. И до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok